В эфире канал ОТС программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сразу несколько тяжких преступлений на так называемой бытовой почве произошло в Новосибирске и области. В Каргатском районе собутыльник ногами избил своего товарища. 40-летнего мужчину доставили в больницу с различными травмами. А его обидчику, ранее судимому за кражу и незаконный оборот наркотиков, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Аналогичная статья грозит и пенсионерке из Кировского района города, которая порезала своего более молодого сожителя. Удар 41-летнему потерпевшему она нанесла в ходе застолья. Подозреваемая уже дала признательные показания. Явку с повинной написал и 70-летний житель деревни Кускова. Это в Тагучинском районе области. Холодное оружие он применил в отношении своего взрослого сына. Родственники вместе выпивали и внезапно поссорились. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сразу двоих серийных грабителей поймали и обезвредили новосибирские полицейские. Оба фигуранта выходили на незаконный промысел в одно и то же время и специализировались на ювелирных украшениях. В конце мая в отделы полиции Первомайского, Центрального и Ленинского районов начали поступать заявления от пожилых женщин. Истории потерпевших были похожи как под копирку. К ним на улице неожиданно подбегал молодой парень, срывал в шее золотую цепочку и убегал. Последняя подобная история произошла в конце июня на станции «Звездная». Сотрудники транспортной полиции установили личность дозреваемого. Им оказался 25-летний неоднократно судимый житель Новосибирска. Последний срок мужчина отбывал за 11 совершенных грабежей и освободился из колонии в конце 2019 года. Также транспортные полицейские установили, что после ограбления женщины на остановочной платформе «Звездная» злоумышленник переехал в другой регион, где он нанялся сезонным рабочим в одну из коммерческих организаций, которая занимается заготовками лекарственных растений и кедровых орехов в Горном Алтае. Вместе с алтайскими коллегами сыщики отыскали лагерь сезонных рабочих и в наручниках доставили предполагаемого грабителя в Новосибирск. Молодого человека уже арестовали. Согласно предварительным выводам полицейских, парень напал как минимум на шестерых бабушек и похитил у них украшений на 80 тысяч рублей. Цепочкой фигурант встал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Но на этом грабежи в Ленинском районе не прекратились. В полицию обратились еще три женщины, на которых сзади напал неизвестный. Оказалось, дело молодого рецидивиста продолжил его коллега. По каждому преступлению сотрудники уголовного розыска опрашивали потерпевших и очевидцев, однако никто из них не смог подробно описать злоумышленников. В дальнейшем в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий были установлены пути отхода подозреваемого после совершения преступления. На одном из таких путей отхода оперативники обнаружили видеокамеры, установленные в одном из магазинов, которые зафиксировали грабителя. Выяснилось, злоумышленник использовал конспирацию, ходил на дело в двух футболках и очках, а потом переодевался. Оттого ни одна из жертв не сумела его запомнить. Полицейские уверены, от рук 35-летнего уроженца Кочанева пострадало куда больше людей. Сыщики просят позвонить потерпевших по телефонам, указанным на экране. Одного задержали, второго объявили в розыск. В Калининском районе Новосибирска двое мужчин среди бела дня напали на посетителя торгового центра и отобрали у него мобильный телефон. В дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что стал жертвой преступления. В магазине на улице Кропоткина к нему подошли неизвестные. Пока один отвлекал потерпевшего разговором, второй воспользовался моментом и вытащил из кармана мобильный телефон. Владелец смартфона заметил пропажу, завязалась потасовка. В ходе конфликта он получил удар и упал, а злоумышленники скрылись. Прибывшие на место оперативники изъяли записи с камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемых налетчиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из подозреваемых в совершении грабежа. Им оказался 34-летний житель Калининского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники полиции продолжают искать второго подельника. На фото он в темной майке. Если можете помочь следствию, звоните по телефону, указанному на экране. Конфиденциальность гарантируется. Новосибирские полицейские снова провели профилактическое мероприятие «Ночной город». На этот раз патрулировали территории Дзержинского и Центрального районов. Дополнительно задействовали 62 пеших наряда и 54 автопатруля. За несколько часов правоохранителям удалось раскрыть 7 преступлений, 5 из которых – кражи. Кроме того, люди в погонах выявили более 300 административных правонарушений, в основном в области дорожного движения. А также провели профилактические беседы с гражданами по предупреждению преступлений с использованием IT-технологий. И раздали несколько сотен тематических памяток. К другим темам. Дознаватели МЧС установили причину пожара в девятиэтажке на улице Сибиряков-Гвардейцев. Впоследствии огненного ЧП могли стать непоправимыми, если бы не бдительность одного из спасателей. Спецмашина как раз возвращалась с вызова, который оказался ложным. Заметили густой черный дым по улице Сибиряков-Гвардейцев. Помощником начальника КРУ, старшим прапорщиком внутренней службы Антоном Серебряковым было принято решение проверить, что там происходило. На момент прибытия из окна на третьем этаже шло очень сильное пламя. Со стороны двора, также на третьем этаже, из окна кухни на подоконнике находилась женщина с ребенком и просила помощь. Спасатели немедленно вызвали подмогу. При помощи лестницы вызвалили погорельцев из огненной ловушки и приступили к тушению. Из подъезда вывели еще двоих человек. Остальные жильцы, в том числе 8 детей, успели покинуть задымленное место еще до появления пожарных. Огонь потушили за четверть часа. Лишь на следующий день стало известно, никто из очевидцев не успел позвонить в МЧС. И если бы не бдительность самих пожарных, эта история могла закончиться трагически. Очаг возгорания уже осмотрели дознаватели. Наиболее вероятная причина – короткое замыкание электропроводки. Погорел на фиктивном трудоустройстве жены. Бывший директор крупной новосибирской компании ответил перед судом за присвоение денег предприятия в особо крупном размере. Валентин Мухин на протяжении длительного времени возглавлял компанию «Новосибметалл». Правда, свой пост он покинул со скандалом. Совет директоров обвинил руководителя в ведении бизнеса на стороне и уволил. Сдаваться без боя мужчина не захотел и ввязался в судебные тяжбы, чтобы восстановиться в должности, но в итоге проиграл. Тем не менее, война с группой акционеров на этом не закончилась. Экс-директору, помимо прочего, припомнили, что он еще в 2011 году принял на работу свою супругу. Эта история получила уже уголовное продолжение. По версии следствия, назначенная на должность диспетчера, дама своих обязанностей не выполняла, а вот зарплату получала исправно. Суммарно ей выплатили больше миллиона рублей. Процесс по делу об особо крупной растрате также закончился не в пользу управленца. В соответствии с приговором Мухин признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. В соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 года. Осужденный с таким исходом разбирательство не согласился. Виновным себя он по-прежнему не признает. Сторона защиты полагает, что привлечение Мухина к уголовной ответственности произошло в результате корпоративного конфликта, так как Валентин Петрович якобы отказался выплачивать незаконное вознаграждение председателю совета директоров. Впрочем, суд посчитал доводы адвоката несостоятельными. Бывший директор Новосибметалла планирует обжаловать приговор. И последнее в Новосибирске в минувшие выходные прогремела очередная антикарантинная вечеринка. Организатора шумной дискотеки в центре города уже вычислили и доставили в полицию. Сотни горожан устроили дискотеку прямо на проезжей части улицы Советская. Некоторые танцевали на крышах автомобилей. Им на место прибыло несколько полицейских машин. Люди в погонах через громкоговорители призывали тусовщиков не блокировать движение транспорта. По словам очевидцев, вечеринку в период действующего запрета на проведение массовых мероприятий устроил хозяин напичканной звуковым оборудованием иномарки. Теперь полицейские могут привлечь автомобилиста к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. Добавлю, что это уже не первая подобная тусовка в городе. В мае несколько участников дискотеки на площади Ленина получили штрафы за танцы во время самоизоляции. На этом пока все. Берегите себя. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС. В сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова